В марте этого года в спортивном комплексе игровой центрального спортивного клуба армии состоялось долгожданное событие, первый в истории Кубок Транспорта по волейболу. Москва – это транспортное сердце России, поэтому неудивительно, что в одном из лучших спортивных комплексов Москвы встретились не просто команды, а общепризнанные лидеры отрасли. Мы уделили этому мероприятию особое внимание, потому что в первую очередь она проводится в одном из лучших спортивных комплексов Москвы. Это нужно важно знать. Здесь три площадки, все задействованы в полном объеме. Компании, как можете наблюдать, прилично присутствуют здесь. Практически все виды транспорта, представленные в мире, представлены здесь сегодня в одном месте. Это и авиатранспорт, и подземный транспорт, и надземный транспорт, абсолютно все. Крупнейшие госкомпании, такие как «Метрополитен», «Первая грузовая компания», «Вторая грузовая компания», «Мосгортранс». Что еще нужно для того, чтобы создать настоящий праздник? После группового этапа команды продолжили борьбу за серебряные и золотой кубки. Решающие матчи получились насыщенными, красивыми и драматичными. Хватало и красивых прыжков, и великолепных спасений, и ярких эмоций. На сегодняшний день, оказываясь в этом зале, я наблюдаю, что в России сейчас происходят перемены. И перемены не только в жизни, а в обычной, так же и в спортивной. Мы видим очень много турниров, в частности, турнир по волейболу, который организован совершенно, можно сказать, неволейбольными структурами. И он проходит сегодня в одном из лучших залах Москвы. Хорошо организован, хорошие команды. И придя сюда, наблюдая за тем, как проходят эти игры, хочу отметить, что команды, которые находятся на площадке, они выглядят на хорошем любительском уровне, и борьба происходит практически в каждом матче. Серебряный кубок выиграла компания МКМ «Логистика». Финал Золотого кубка, как и весь турнир, вышел на загляденье. Мосгортранс против метрополитена. Надземный транспорт против подземного. В упорной борьбе победил Мосгортранс. Отныне он сильнейшая команда транспортной отрасли. Субтитры создавал DimaTorzok